Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. В центре Одессы обрушился частично жилой дом. На месте работают спасатели, присутствуют полицейские и медики. Подробности в наших следующих выпусках. Еще три смерти от коронавируса в Одессе за последние двое суток. Это 74-летняя женщина и 47-летний мужчина, директор школы и реаниматолог больницы номер 10, а также 70-летняя пенсионерка. Число жителей Одесской области, скончавшихся от коронавирусной инфекции, увеличилось до 12 человек. Количество умерших возросло до 12. 6 в городе, 6 в области. Из умерших директор школы номер один, Масленко Елена Павловна. 17 мая умер 47-летний врач-реаниматолог городской больницы номер 10. Заболел 3 числа. В больницу он поступил 10 мая в очень тяжелом состоянии. Состояние доктора все эти дни, все время пребывания в реанимации, он сразу поступил в реанимационное отделение. Все дни пребывания в реанимационном отделении состояние доктора было крайне тяжелым. Он получал интенсивную терапию, которая, к сожалению, эффекта не дала. Все препараты, которые включены в протокол лечения коронавирусной инфекции, пациент получал. Однако состояние пациента все дни, еще раз повторяю, все дни пребывания в реанимационном отделении инфекционной больницы оставалось крайне тяжелым. По словам специалистов, у пациента помимо основного заболевания была еще и сильная депрессия. Он четыре дня лечился дома самостоятельно, потом уже оттяжелевший, можно сказать, тяжелый поступил в больницу. Когда у человека происходит интоксикация, немножко неадекватная оценка происходящей ситуации. Это такое осложнение бывает. Он не оценивал критично ситуацию, которая происходит. Он не хотел одевать кислородную маску. ИВЛ ему не было показано аппарат искусственной вентиляции, а кислородная поддержка была показана. Он не хотел, но его уговаривали. У нас на тот момент в реанимации лежало четыре человека, и практически дежурный врач от него не отходил. Еще две смерти зафиксированы в Подольске, сообщили в облгосадминистрации. Умерли 84-летний пенсионер и 55-летняя работница Департамента социальной политики и здравоохранения Подольского городского совета. Отделение 11. Это то отделение, которое не работает на ковиде. Из них два врача, четыре медицинских сестры, три младших медицинских сестры. Госпитализировано семь сотрудников, два находятся на самоизоляции. Проводится тестирование всех сотрудников и пациентов. Детально по 10 ГКБ. По состоянию на 18 мая за весь текущий период 10 ГКБ зарегистрировано 9 пациентов с положительным результатом ковид-19. Врачи сегодня находятся в буквальном смысле слова на передовой и, спасая жизни людей, сами подвергаются опасности. За последнюю неделю в инфекционной больнице выявили 9 случаев ковид-19 среди медперсонала, сообщили в ходе заседания городского штаба по ковид-19. В Одесской инфекционной больнице с марта по настоящее время получали лечение 130 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. В настоящее время на стационарном лечении находятся 43 пациента, пятеро пациентов в тяжелом состоянии. За время вспышки коронавирусной инфекции выздоровели полностью 21 пациент, они выписаны, у них отрицательные ПЦР. Ежедневно с подозрением на ковид-19 поступает от 15 до 20 пациентов. Практически все они с воспалением легких, сообщила Светлана Лаврюкова. Мнение украинцев по вопросам политики, экономики, ситуации с коронавирусом изучила социологическая группа «Рейтинг». Эксперты провели исследование 12-13 мая, опросив 3000 респондентов во всех областях страны. Ошибка выборки составляет не больше 2%. По данным исследования, треть населения Украины сегодня считает, что мы движемся в правильном направлении. Что касается коронавируса, то 35% молодежи уверены, что ситуация улучшилась. Такой же процент считает, что ничего не меняется. А еще 17% ответили, что ситуация с пандемией и ковида в стране стала только хуже. Рейтинг «Доверие среди политиков» возглавляет Владимир Зеленский. Ему доверяют почти 60% населения. Юрий Бойко на втором месте, и у него 25% почитателей. У Вакарчука на 1% меньше. Юлия Тимошенко и Петр Порошенко – 22 и 20% соответственно. Партии Зеленского и Бойко также делят первое и второе место. Европейская партия имеет чуть больше сторонников, чем политсила Тимошенко. Больше 3% набирает силой Честь Смешко и Радикальная партия. Около трех – у партии Ширия, Гройсмана и Голосова-Корчука. Среди всех президентов независимой Украины 20% респондентов лучшим назвали Кучму. 16% считают, что лучшим является Владимир Зеленский. По мнению экспертов, за год президентства Владимира Зеленского в уровнях его поддержки наметились две противоположные тенденции. Вырос уровень его электоральной поддержки по сравнению с первым туром президентских выборов и снизился уровень доверия к президенту. Таким образом, Владимир Зеленский стал первым президентом Украины, у которого за первый год президентства произошел рост электоральных рейтингов, а не их падение, как у остальных. В то же время падение рейтингов партии власти «Слуга народа» на четверть и низкие рейтинги парламента и правительства дают возможность сделать выводы, что электоральный негатив пока преимущество аккумулирует окружение Зеленского, а не сам президент. В Одесской области пьяный хулиган устроил погром на сельских кладбищах. Вандал разбил больше десяти надгробий, его задержали, теперь ему придется как минимум возместить ущерб, а возможно понести и более суровые наказания. В одном из сел Раздельнянского района 19-летний нетрезвый дебошир разрушил на двух кладбищах больше десяти памятников. Личность вандала оперативно установили. Им оказался местный житель, который ранее был судим за кражи. Парень рассказал, что часто ищет на кладбищах еду и спиртное. В этот раз ему крупно повезло. Он нашел полную бутылку водки. Перебрав с алкоголем, злоумышленник стал крушить все вокруг. В полицию обратились восемь родственников, тех, чьи могилы были разрушены. Парню передъявили подозрения. Ему грозит крупный штраф либо лишение свободы сроком до трех лет, сообщили в пресс-службе облполиции. На пересопе грузовик протаранил трамвай. Несмотря на сильные повреждения кабины вагона, ни водитель, ни пассажиры не пострадали. Авария произошла днем на улице Черноморского казачества. Столкнулись трамваи и фура. В результате ДТП серьезно поврежден кузов трамвая. А сам вагон сошел с рельсов. Пострадавших нет. Движение трамваев пришлось остановить на несколько часов. Кто из водителей нарушил правила, выясняют следователи. Новоназначенный министр охраны здоровья Максим Степанов не справляется со своими обязанностями, считают представители благотворительных организаций и тяжелобольные пациенты, которые из-за недоработок МОЗ вынуждены прерывать свое лечение. Доведенные до отчаяния действиями главы министерства, они провели онлайн-брифинг с говорящим названием «Степанов убивает». В Украине до сих пор не начат процесс госзакупок препаратов для тяжелобольных пациентов, говорят представители благотворительных организаций. Життя больше миллиона пациентов зараз опиняется под загрозой. Степанов уже третий министр, який не лише зволикает из старта закупивания, он довел ситуацию до критичной точки. До той точки, когда в вересне уже начнут закинчиваться життево необходимые леки у тяжко хворих пациентов. Процесс закупок по 38 программам должен был стартовать в марте, но не начался и по сей день. Такая бездеятельность министерства и его главы Максима Степанова ставит под угрозу жизни людей, говорит Инна Иваненко. Через злочинную бездеятельность Максима Степанова уже в вересне закинчиваются леки у таких пациентов, как дети с онкологией, как люди, которые живут с ВИЛ-СНИДом, как дети, которые родились с дыхательными разводами. Министр охороны здоровья Максим Степанов должен пойти в отставку, потому что он провалил закупивание жизтево необходимых леков для пациентов. Непринятый МОЗ паспорт бюджетной программы и еще 8 подобных документов, необходимых для старта процесса закупок лекарств. Затягивание процесса со стороны министерства преднамеренно считают в Центре противодействия коррупции. Проблема в том, что, на самом деле, эта стратегия, осенью, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, это будет просто армагеддон в жизни людей, у которых смертельное заболевание, либо хроническое заболевание, онкологии, любые другие. Просто все эти люди окажутся перед фактом, когда им придется брать кредиты, просить у близких денег, в стране, в которой выделены деньги на закупку лекарств, но в которой жадность, глупость доводит жизнь этих больных людей до того, когда им приходится в стране воевать за свое будущее. Система здравоохранения. Министр здравоохранения имел все возможности, чтобы подобного апокалипсиса не произошло. Действия министерства, возглавляемого Максимом Степановым, антигуманны, говорят участники брифинга. То, что вы не видите, как и страдают тысячи маленьких онкобольных детей, это ваша проблема. То, что у вас настолько зашоренные глаза. То, что вы не видите, как от онкологии в Украине умирает больше 50% заболевших, а это сотни тысяч людей. Это ваша проблема и ваша ответственность. Купить необходимые для жизни препараты за свой счет пациенты просто не могут. Например, остановка одной кровотечи моей дитины коштует от 7 до 21 тысячи гривен. Одной кровотечи. А таких кровотеч на месяц бывает 4-5, это минимум. То есть в среднем, в среднем, або даже по минимуму, мне нужно, чтобы моя дитина продолжила жить, на месяц 70 тысяч гривен. Доведенные до отчаяния родственники тяжелобольных людей обратились к министру Степанову с ультиматумом. Здоровье. Отже, мы вимагаем негайно разблокировать процесс закупивания жизненно необходимых леков Министерством охороны здоровья. Я хочу напомнить пану Степанову, что главная задача Министерства, которую он осуществляет, это охрана здоровья, а не навмисное убийство пациентов. То, может, уже пришел час призначити на посаду министра, который будет выполнять свои обязательства? 18 мая на трассе на въезде в Черноморск образовалась пробка. Дорога оказалась перекрытой митингующими сотрудниками одного из частных предприятий Черноморского порта. По словам участников акции, им уже 8 месяцев не платят зарплату. Общество с ограниченной ответственностью Евроагроинвестов в Украине 8 месяцев уже не получает зарплату. Работы нет и перспективы не видно. Директор пропала в Киеве. Аферисты зашли в порт, запустили, дали им возможность аренды территории с фондами. Они не платят ни аренду, ни долги, ни заработной платы. И, грубо говоря, целый второй терминал просто остановился. Скажите, а когда вы последний раз платили заработную плату? В сентябре. Перекроем на сутки еда, понимаете? И сделаем такую пробку, такую пробку, что им аукнется, не зачешется там, где не чесалось. По словам митингующих, сегодняшняя акция носит предупредительный характер. Если ситуация не изменится, они намерены перекрыть дорогу областного значения. Дальше еще какие-то акции предпринимать. Уже не просто перекрывать дорогу, где может, и тоже железную дорогу, где-то, чтобы было видно, чтобы нас услышали, увидели. Еще два нелегальных казино закрыли в Киевском районе. Владельцам грозит крупный штраф около 700 тысяч гривен. Игорные клубы, вопреки законодательному запрету, работали на улице Академика Королева. Один был замаскирован под торговую палатку, второй – под подсобное помещение в жилом доме. В обоих заведениях правоохранители застали около двух десятков сотрудников и клиентов. Во время обысков изъяли системные блоки, деньги и документацию. Разыскиваются организаторы незаконного бизнеса. Карантин в Одессе ослаблен, но отнюдь не отменен. Эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной, отмечалась в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. По информации с инфекционной больницей, сейчас поступают тяжелые больные. Если на начале эпидемии просто люди с выявленным ковидом госпитализировались для наблюдения, потому что не знали, как они себя поведут в динамике, клиническая картина, то сейчас поступают конкретно люди тяжелые. На фоне такой сложной эпидемиологической ситуации на минувших выходных в Одессе наблюдалось нарушение всех норм безопасности, отметил Геннадий Труханов. А каких соблюдений санитарных норм? Вообще ничего. И как издевательство в отдельных клубах, еще и салют устроили. Это насмешка, это что это такое? Это по-хамски звучит по отношению к тем врачам, медицинским сестрам и медицинскому персоналу, которые сегодня в костюмах, в защитных костюмах, в средствах защиты сегодня борются за человеческие жизни. Предстоит курортный сезон и в Одессе в этом году будет многолюдно. Если представители бизнеса не будут соблюдать правила карантина, это может привести к вспышке заболевания и потребует радикальных мер, предупредил Геннадий Труханов. Уважаемые наши представители определенных направлений бизнеса, вы сами потом не жалуетесь, когда мы будем вынуждены, не дай бог, закрыть Одессу. Не клубы закрывать, а Одессу закрыть. Потому что если, не дай бог, то, что говорит Елена Александровна, будет продолжаться, я думаю, что мы можем поставить вопрос и закрыть еще и Одессу. В национальной полиции пообещали разобраться в сложившейся ситуации и привлечь к ответственности виновных нарушителей карантина. Расследования будут проводить в том числе на основании публикаций в социальных сетях, рассказал Сергей Мохотин. Мы сейчас уже по тем публикациям, мы уже внесли до единого облика. Цю информацию сейчас будем напрацовывать, что касается административной ответственности, или будем вносить до единого реестра досудовых расследований, это будет вырешивать следствие, но до ответственности мы будем притягивать обовязково. В преддверии лета мониторинговые группы в составе представителей полиции, госпотребслужбы и районных администраций будут контролировать соблюдение карантина в ресторанах, ночных клубах и кафе, говорит Геннадий Труханов. Усилить работу наших мониторинговых групп и патрульных групп, назовем их, может быть, таким образом, и от управления торговлей, и тогда от наших подразделений за злодую сил национальной полиции, с учетом того, что мы подходим к курортному сезону. В понедельник полицейские оцепили Одесский апелляционный хозяйственный суд на проспекте Шевченко. Неизвестный мужчина сообщил, что здание заминировано и вот-вот взорвется. Сообщение о том, что в здании апелляционного хозсуда находится бомба, поступило в полицию около 11 утра. На место прибыли взрывотехники, кинологи, медики. Люди эвакуировали. В течение двух часов специалисты проверяли помещение и прилегающую территорию. В итоге опасных предметов не нашли. Устанавливается личность и местонахождение лжеминера. Напомним, в пятницу правоохранители искали взрывчатку в городских больницах, магазинах, в аэропорту и на ЖД-вокзале. Ни в одном случае опасных предметов не нашли, как и автора анонимного сообщения. Гранаты, пистолет, патроны, порох – такой опасный набор обнаружили правоохранители у жителя Авидеопольского района. В доме у 33-летнего жителя села Калаглия правоохранители обнаружили гранаты F1, полсотни патронов к боевому пистолету, несколько банок с порохом и охотничье ружье. Также у него нашли марихуану и устройство для ее применения. Все запрещенные предметы и вещества полицейские изъяли. По словам правонарушителя, арсенал ему достался в наследство от отца, а вот происхождение наркотического зелья мужчина объяснять отказался. Изъятое направили на экспертизу. Продолжается досудебное расследование. В Украине за минувшие сутки подтверждено 325 новых случаев заболевания коронавирусом. Это на 108 заражений меньше, чем днем ранее. Общее число случаев с начала пандемии – 18 616, сообщили в Центре общественного здоровья. Более 5000 пациентов уже выздоровели и 535 умерли. Больше всего инфицированных в Черновицкой области и Киеве. За сутки наибольший прирост новых случаев COVID во Львовской и Ровненской областях и в столице. Ни одного нового случая не подтвердили в Полтавской, Черкасской, Черниговской областях. С понедельника в Украине начинается ИФА-тестированный, то есть определение наличия или отсутствия в крови антител коронавирусу, сообщили в Минздраве. Прежде всего собираются тестировать людей из групп риска – военнослужащих, нацгвардии, полицейских и медиков. А также людей, у которых есть соответствующие симптомы и всех без исключения контактных лиц. ИФА-тестирование для этих категорий бесплатное уточнили в Минздраве. Без игрушек, ковров и полотенец. Также в Минздраве предложили новые условия работы детсадов. Всем работникам и детям будут измерять температуру утром и в течение дня. На входе в детский сад обязательно обработка рук спиртосодержащими антисептиками. Также будет запрещено находиться в обуви в закрытом помещении, использовать тканевые полотенца, мягкие игрушки и ковры с длинным борсом. Напомню, решение по дате открытия детских дошкольных учреждений Кабмин примет 20 мая. Есть и приятные новости. Пляжному сезону все-таки быть. Инфекционисты уверены, что морская вода и солнечный ультрафиолет уничтожают возбудителя коронавирусной болезни. Поэтому речные и морские пляжи в Украине, как и в других странах, все-таки откроют. Более 20 спасателей тушили пожар на Лен-поселке. Горел частный жилой дом. Хозяева не пострадали. Возгорание на улице Николая Аркаса произошло около 11 утра. Загорелся жилой частный дом. Огонь охватил домашнее имущество на площади 50 квадратных метров. Спасатели быстро ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет, сообщили в региональной службе спасения. Табачную контрабанду почти на 200 тысяч гривен задержали пограничники в Окнянском районе. В селе Малаевцы для проверки остановили автомобиль «Опель». Во время осмотра пограничники нашли более 5200 пачек сигарет молдавского производства без марок акцизного сбора. Товар оценили в 184 тысячи гривен. Обнаруженные табачные изделия переданы представителям Государственной таможенной службы Украины. И у детей, и у взрослых есть мечты. И часто это не просто маловыполнимые фантазии, а конкретные желания, которые можно легко осуществить. Главное – от слов перейти к делу. Наши корреспонденты решили узнать, о чем мечтают одесситы. Одни мечтают прыгнуть с парашютом, другие погрузиться на дно моря. Кто-то хочет подняться на восьмитысячник, а кто-то проехаться по пустыне на верблюде. У меня очень странные мечты были. У меня были мечты покататься на радуге, подружиться с кем-нибудь из животных. Мне очень хотелось, чтобы животные разговаривали. У меня было много животных дома, и попугаи, и рыбки, и собачки, котики. И мне казалось, что ночью они точно разговаривают. Стердой, если хотела быть. Не сбылась. Молодая была. Рано замуж вышла. С парашюта прыгала, когда-то в парке Шевченко был парашют. Я в детстве мечтала в Венецию побывать, и она сбылась. Я хочу стать музыкантом, артистом, выступать на сцене, пишу свои песни. Поэтому все впереди еще. Я хотела дом открыть, такой, который я смогла бы помогать людям. Любой человек мог бы прийти, и я могла справиться с любой их проблемой. Вот. Ну, мечта, в принципе, осуществилась. Еще не полностью, потому что дом я такой открыла. К сожалению, помочь пока могу не всем и не полностью, но это в перспективе на развитие. Студию. Я открыла студию по фитнесу, но с упором на реабилитацию. На верблюде поездить. Никак. Не было еще. Жду. У меня была детская мечта. Ну, наверное, танцевать. Я так и продолжаю танцевать. Фотографироваться. Я так же сам фотографируюсь. Ну, и все понемногу сбывается, если в это верить. В мечту необходимо верить. И не просто верить, но и делать определенные шаги к ее осуществлению. Ведь иначе мечта так и останется мечтой. Как показывает нынешняя ситуация, откладывать реализацию своих желаний не стоит. Ведь жизнь вносит свои коррективы. Из-за коронавируса многим одесситам пришлось отложить на неопределенное время то, что намеревались сделать, но так и не сделали. Что нас ждет впереди, тоже пока не ясно. И теперь многие думают, ну почему я до сих пор не сходил в поход, не поднялся на дельтаплане, не научился ездить на лошади. О исполнении мечты порой гораздо ближе, чем кажется. О духовном и физическом развитии, которое дарит верховая езда, после новостей в программе «Тема дня» рассказывает мастер спорта, тренер конного спорта Мария Ивашура. Вы общаетесь с лошадью, вы общаетесь с животным, вы всегда в прекрасном настроении, потому что именно лошади дарят это настроение. А физически, когда человек едет на лошади, у него работают все мышцы. Чи есть какие-то противопоказания для того, чтобы заниматься этим спортом и век? Ну, безусловно, противопоказания есть, и это, наверное, нужно оставить именно врачам, потому что есть определенные травмы, есть определенные врожденные, да, какие-то болезни и так далее. Вот, и, но человек, который допущен к занятиям, и есть какие-то проблемы со здоровьем, которые можно исправить с помощью езды на лошади. А, то есть еще и выправляя, наверное, езды на лошади. Конечно, ну, прежде всего, первое, сколиоз, например. Ага, то есть это не противопоказания, а навык, нахваки, это выровняет. Конечно, почему? Потому что девчонки, сидящие за компьютером, мальчишки, приходят к нам, они выравнивают осанку полностью, они ходят как струнки. Это вся информация, говорит МЧАСу, далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь, берегите себя, своих родных и будьте здоровы.